Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас с вами важная история, где взять денег и реализовывать свои проекты. И особенно, чтобы эти проекты были яркими, творческими, индивидуальными. И как один из примеров, сегодня взаимодействие с фондом Потаниэна, с фондом, который предоставляет НКО, в том числе стали предоставлять в этом году, в период пандемии, и муниципальным театрам поддержку на реализацию творческих проектов. Мы получили такой грант. Как раз это касалось онлайн-трансляции, приобретения оборудования и выпуска школьных уроков. У нас сейчас он в реализации. И это правда очень грамотно продумано. И т.д. и т.п. необходимо подавать заявку. Я ее писала 4 месяца. Но получилось, слава Богу. И сегодня еще один пример. Мария, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Я Мария Бейлина, программный директор фестиваля «Золотая маска». Здесь я также и в другой своей роли буду выступать. Но в первую очередь, небольшой комментарий к предисловию Натальи. Дело, конечно же, ну как мне кажется, мы представляем здесь историю, которая не просто про то, где искать деньги, а все-таки чуть шире и чуть глубже о том, как работать продуктивно, работать творчески в первую очередь. А уже за этим следуют новые возможности, в том числе и, конечно же, финансовые, о чем все, безусловно, очень беспокоятся. Мы, когда думали о всем списке тем, о всем, о чем важно в этом году говорить на круглом столе, действительно говорили о том, как важно показать театрам способы, пути и успешные, удачные примеры, когда театр выходит не просто, как это принято сейчас говорить, из своих стен, и не только из сценических пространств, но когда театр начинает сотрудничать с другими культурными институциями. В любом городе, практически в любом городе есть музей. И вот такой кейс музейно-театрального сотрудничества, творческого, мы в первую очередь здесь втроем представляем. Со мной Оксана Фодина, директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина, и Антон Флеров, куратор Института театра. Мы с Антоном в течение многих лет были со-кураторами образовательного проекта Институт театра, образовательного проекта фестиваля «Золотая маска» Институт театра. С этого года Институт театра стал независимой институцией, но будучи в программе «Золотой маски», будучи частью «Золотой маски», уже больше двух лет назад мы познакомились с фондом Потанина, и ближе, подробнее узнали о том, как системно и как плодотворно и успешно фонд работает с музеями. И родилась идея такого проекта «Театрум», мы его назвали. Это проект, посвященный как раз исследованию способов взаимодействия музея-театра. Мы расскажем о театруме чуть позднее. Сейчас я передам слово Оксане, которая расскажет действительно о проектах, программах, смысле деятельности благотворительного фонда Владимира Потанина. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо Маше, спасибо Наталье за представление. Я надеюсь, что теперь как-то стало немножко понятно, более понятно, почему мы в такой конфигурации, потому что действительно среди вас, как я понимаю, представители региональных театров. Фонд, который я представляю, благотворительный фонд Владимира Потанина, уже больше 22 лет занимается системной поддержкой музеев и оказывает содействие в программах повышения квалификации непосредственно для музейных специалистов. Но действительно, почему так, почему случилось наше сотрудничество? На протяжении долгих лет мы в своих конкурсах замечали о том, что к нам поступает достаточное количество проектов, когда музеи используют какие-то театральные техники, используют театральные приемы. И было совершенно очевидно, что такие проекты существуют. Они востребованы, понятно, что они разного качества и так далее. И таким образом мы двигались в сторону того, чтобы сделать какое-то конкретное предложение для поддержки такого сотрудничества и взаимодействия. И такое обсуждение случилось у фонда в конце 2018 года вместе с «Золотой маской». И уже в начале 2019 года родился проект, о котором Маша сказала, проект «Театрум». Надо сказать, что фонд Потанина работает в системе конкурсов, в системе открытых конкурсов по основным направлениям, среди которых это поддержка музеев, как я уже говорила, это программа «Эффективная филантропия». Также мы поддерживаем студентов. Это так называемая стипендиальная программа. С прошлого года у нас стартовала программа «Социальный спорт». Но наряду с открытыми большими конкурсами у нас существует такая эксклюзивная линейка для экспериментальных проектов, специальных проектов, когда мы пробуем найти какую-то актуальную тему, еще не проработанную, и стараемся ее развивать и поддержать. И тема сотрудничества музеев и театров как раз-таки стала предметом для такого специального проекта, который, повторюсь, стартовал в начале 2019 года, и вот уже больше двух лет, получается, проект живет и развивается. Наверное, будет правильно, если я сейчас передам слово Антону, Маш, чтобы поподробнее рассказать непосредственно о самом проекте, как он строится. После этого я тогда еще добавлю немного непосредственно о том конкурсе, в рамках которого возможно получить уже конкретную поддержку от нашего фонда, на что стоит обратить внимание и так далее. Спасибо. Ну, поскольку это живой процесс, мы говорим про проект, который начался не так давно и который сейчас продолжает существовать, то я, в общем, начну рассказывать про то, как мы строили проект и какие стратегии развития выбирали для себя. Я, в общем, более-менее спокоен, Маша будет меня прерывать, что-то добавлять и включаться в это описание. Ну и поскольку у нас все-таки семинарский формат, вы тоже совершенно спокойно в любой момент поднимайте руки, задавайте вопросы, и я с радостью не собьюсь и отвечу, и дальше продолжу рассказывать. Встреча состоялась на Санкт-Петербургском культурном форуме. Мы познакомились с фондом Потанина, выразили взаимный интерес и потом пошли встречаться. На самом деле повод для встречи был, в общем, не связанный с тем, о чем мы сегодня вам будем рассказывать. Но в процессе переговоров, в процессе разговора выявилась сфера, которая одинаково важна для фонда Потанина и для «Золотой маски», и для его экспертной составляющей. И очень резонировалась тем, чем занимался институт театра внутри «Золотой маски». Это сотрудничество институций, традиционных институций на поле создания совместных проектов. Для фонда Потанина это было явление, которое они наблюдали, как оно росло и ширилось, и как оно затрагивало все большую географию, все больше форматов музеев и все больше профессиональное сообщество. Как относиться к этому было непонятно, как форма audience development, или как форма художественных практик, или что еще это такое. В «Золотой маске» соответствующее экспертное сообщество тоже наблюдало за этими явлениями. И поскольку «Золотая маска» — это в первую очередь премия, то эксперты мучительно на заседаниях, обсуждая проекты, пытались классифицировать, что это драматический театр, музыкальный театр, эксперимент, где там актеры, есть ли актеры, нет актеров, номинировать, не номинировать, сколько номинировать, можно ли номинировать всех, или как формируется проектная команда, где заканчивается куратор, начинается актер, где, почему композитор делает постановку. В общем, все эти вопросы постоянно вызывали кучу дискуссий, и аналитика в рамках довольно жесткой системы номинации «Золотой маски» все время пробуксовывала. Мы заговорили об этом с фондом Потанина, поняли, что проблема и у того, и у другого со стороны музейного сообщества, со стороны театрального сообщества, и решили подумать, что с этим делать. И, видимо, тут нужно все-таки прокомментировать о том, что «Золотая маска» зашла своим образовательным проектом институт театра, который кураторски и экспертно, и профессионально занимается исследованием новых форм театра, новых форм делать культуру. И поэтому для института театра, в тех форматах, в которых он работает, он в основном работает в лабораторных форматах, исследовательских каких-то форматах, конференциях и так далее, это была меньшая проблема, чем для номинационной структуры премии. И одновременно это подсказало содержание проекта. Мы понимали, что на это объявление, на сотрудничество музеев театров и на проекты, которые делаются в сотрудничестве между музейными и театральными людьми, нужно направить какой-то фокус внимания и делать фестивальную историю, то есть какой-то шоу-кейс, где бы эти проекты были представлены в одном месте, в одно время, в разных форматах, в разных конфигурациях, на разные сюжеты, про разные темы, с разной степенью профессиональной вовлеченности, с использованием непрофессиональных людей внутри проектов. И это был первый сегмент внимания и того, о чем мы начали думать, фестиваль музейно-театральной продукции. Но одновременно нужно было каким-то образом зарядить аналитику всего этого. Аналитика нужна не только для того, чтобы описывать, но для того, чтобы развивать, для того, чтобы формировалось новое поколение людей, которые заинтересованы в такого рода проектах, в такого рода сотрудничестве. И поэтому мы придумали, что фестиваль будет сопровождаться лабораторией, лабораторным процессом. Ну и обязательным аспектом этой деятельности и то, что вас в первую очередь интересует в вашей каждодневной деятельности, было важно поговорить про прагматику этого процесса. Какие есть ограничения финансовые, менеджерские, административные, почему процесс не происходит гладко, мягко и легко, какие, в чем разница моделей, может быть, между театрами и музеями, которые препятствуют, где недостает компетенций каких, где недостает административных технологий, контрактов, партнерства, нетворкинга, ресурсов, знаний друг о друге. В общем, весь тот спектр практических повседневных вопросов, которые мешают налаживать сотрудничество. Если можно, то есть этот проект вместе с музеями и, соответственно, ну немножечко, Маша, расскажите, в каких городах это реализовывалось и сколько получилось? Что получилось? Сколько? Проектов? Проектов. Театр у меня создает проекты. Да, сейчас мы, видимо, еще уточним. Значит, проект театром задуман как трехчастная история, которая состоит из лаборатории, фестиваля и дискуссионной деловой программы. Это такие важные три части, суть задачи, которых Антон сейчас описал. С одной стороны, мы представляем в рамках фестиваля уже готовые, уже имеющиеся, помимо нас созданные проекты, потому что было понятно, что они уже есть, уже есть что показывать. А с другой стороны, мы понимаем, что этот процесс настолько живой, настолько еще, ну как сказать, ищущий, экспериментальный, что ему требуется лаборатория, требуется вот этот лабораторный процесс. Всем известно, какие у него привилегии, выгоды и радости. Это встреча людей, которые занимаются непосредственно работой. Лаборатория для, ну так скажем, художников, для людей, которые занимаются творчеством. Театральные художники, художники, не знаю, как сказать, художники современного искусства. Это могут быть кураторы, тоже люди с творческими мозгами в первую очередь. То есть это лаборатория про поиск творческий, конечно, в первую очередь, но и, как Антон тоже сказал, про реализацию, про возможности реализации задуманного. Лаборатории мы провели в 2019 году одну и в 2020 году другую. Собственно, я вам показываю здесь перемешку, будут разные фотографии. Они были устроены несколько разным образом, и это тоже говорит о том, что проект развивался. В первый год мы собирали людей с уже готовыми историями. Мы объявили набор вместе с фондом Потанина, где приглашали к участию уже имеющиеся команды с уже задуманными идеями и, может быть, даже начавшимися реализовываться проектами, но не совсем реализованными. И мы предлагали потенциальным участникам лаборатории собраться на пять дней в удаленном от Москвы и всех ее радостей и одновременно отвлекающих моментах месте. Это было село Вятское, такое знаменитое Вярославской области. И вот в эти пять дней вместе с куратором лаборатории Юрием Квитковским, вместе с большой командой преподавателей, лекторов, ведущих мастер-классов из разных областей музейных, театральных, современного искусства ребят, я буду говорить «ребята», но наши участники работали над… То есть, с одной стороны, они слушали и участвовали в мастер-классах и лекциях, с другой стороны, они усовершенствовали, как бы подтягивали свои идеи до финальной презентации. И таких команд было 10, в итоге 10 участников. Выбирали мы их, мне кажется, из 138, что-то такое, заявок мучительно, именно в том смысле, что все заявки… Ну, не все, но очень много было интереснейших заявок, и выбрать это, конечно, было очень трудно. Выбирал экспертный совет из 10-х, по-моему, 10-х, ну, в общем, порядок такой, экспертов, тоже из разных областей и профессий, и театральных, и искусства. Ну, и выбрали эти 10 команд. В итоге была презентация переосмысленных идей проектов, и даже, что, в общем, был, как бы, такой не сутью, но дополнительным, конечно, важным моментом в этой лаборатории фонд Потанина выделил грант на развитие одного из проектов, который, по мнению экспертов, оказался наиболее интересным. И мы сейчас видим, как спустя два года этот проект развивается и растет. Вопрос. Да. — И конкретно участников кто? Что театр? — Конкретно участники. — Это практики творческой деятельности, да, и музейной, и театральной. и театральной группы, НКО, кто они? Вот, ну, конкретно, кто. Я поняла, в разных случаях это были представители театров, это были независимые группы, это были представители музеев. Вот победивший музей. Заявки, да, присылали, могли быть просто независимые команды. У нас не было ограничений в этом смысле. — Призлала я. — Да. — Мы из них отобрали. — Мы из них отобрали, да. Да, да. Это могли быть, вот, ну, Астраханский театр оперы и балета у нас участвовал. Там буквально были работники этого театра. Был, наоборот, музей Махачкалы, музей истории Махачкалы, которым я сказала, что он победил. Там были музейные работники. Но была совершенно независимая группа, ну, как-то, по-моему, кажется, они даже назывались, три участницы из Воронежа, которые, ну, не принадлежат никакой государственной институции. — Вы тоже подавалили? — Конечно, да. Мы объявили Open Call, в котором была описана суть проекта, суть лаборатории, что мы будем делать, кого мы приглашаем, с какими идеями. Суть одна, да, то, что музей и театр, а также музейные и театральные формы творчества должны соединяться в этом проекте. Да, мы занимаемся этим. Мы занимаемся продуктивностью этой деятельности совместной. — Извини, Маш, можно я тебя прийду? Мне кажется, вопрос касается формальных вещей. Никаких формальных отрезов и ограничений не было. Принцип работы как Фонда Потани, так и Института театра, весь отбор осуществляется на основе Open Call. Прозрачные критерии все написаны в предложении подавать заявки. Все, кто заявился, те отбираются, потом по этим критериям. Не было отбора по государственной принадлежности, не было отбора по частной принадлежности. Интересовали проекты и возможность их реализации, реальной возможности их реализации в рамках деятельности той или иной институции или частного предприятия. Как называется проект, который грант? Да, это был проект Музея города Махачкалы, который был посвящен деятельности. В центре этого проекта стояла такая знаменитая, совершенно легендарная фигура художника и театрального художника Эдуарда Путерброда. Вот буквально сейчас, мне кажется, он до сих пор идет в Бахрушинском в доме Ермоловой выставка этого художника. И они придумали не просто выставку, не просто развеску работ, но некую историю, сюжетную, такую театральную вполне, которую представили нам и экспертам в лаборатории. Она была нам очень симпатична тем, что она действительно содержала в себе вот этот тоже образовательный, исследовательский, процессуальный момент. Она не просто была перформансом от и до, с началом и концом, что тоже прекрасно, или спектаклем музейно-театральным, но она действительно была большим сюжетом, который до сих пор развивается, там происходит в Махачкале лаборатории, у них еще вперед планы, и это действительно вот то, что мы прям видим, как прорастает эта штука. И можно, извини, пожалуйста, и можно я тоже добавлю опять-таки, немножко собью вас с вашей попытки найти формальные критерии. Еще одним важным фактором, почему именно этот проект поддержали, потому что в процессе лаборатории они полностью изменили свою концепцию, то есть они включились внутри лаборатории театру, в весь художественный и брейнсторм процесс, так что первоначальную заявку, с которой они зашли, они изменили, и это было для нас тоже очень важным показателем, почему именно этот проект должен получить поддержку дополнительную. На самом деле мы совершенно, надеюсь, не случайно так остановимся сейчас на лаборатории. Дело, конечно, не в том, что лаборатория всегда в силу всех своих особенностей, кажется, про нее интереснее всего рассказывать, но сейчас идет набор на третью лабораторию театром, и вы сами, и ваши коллеги, и ваши друзья из музеев вполне можете зайти на сайт «Золотой маски», посмотреть описание третьей лаборатории театром, и, может быть, подать заявку. И чем теперь отличается наша лабораторная история от первой? Мы посмотрели, это было очень важно, это было очень полезно, как работают уже готовые проекты в рамках вот таких пяти дней, посмотрели на это, и одновременно поняли, что очень-очень не хватает выхода в настоящие музеи, в реальный город, как говорится, в поля. По итогам нашего первого проекта, когда мы обсуждали все наши впечатления вместе с коллегами из фонда Потанина, мы подумали о возможности действительно проводить лаборатории в городах, в городах, насыщенных музейной жизнью, но, в принципе, это для начала так, может быть и как-то иначе. В первый город, в который мы поехали в прошлом году, в 2020, несмотря на все перипетии, связанные с пандемией и карантинами, в августе месяце мы провели лабораторию в Казани, также собрав с помощью open call заявки уже не от готовых проектов, не с готовыми проектами, а просто сказав, все, кому интересна тема сотрудничества музея и театра, люди разных профессий, ну, художественных, но как бы с переходом в кураторство и в продюсирование, пожалуйста, мы приглашаем вас вот к такой истории. 25 человек было отобрано и мы действительно отправились в реальные музеи вместе с нашими участниками. Тут важно еще рассказать, что у лаборатории есть куратор, кураторы пара или один куратор, у нее есть целая команда преподавательская, тьюторская, помимо вот у нас с Антоном, есть еще целая команда людей, сработавшихся, которые работают конкретно над этой лабораторией. И они ведут эту работу вот в реальном городе с реальными музеями. В Казани нашим партнером и помощником было Министерство культуры, хотя мы не только с министерскими музеями сотрудничали, но и с независимым культурным центром и с ведомственным одним музеем. Сейчас третья лаборатория, на которую мы как раз объявили сбор заявок, она будет в Нижнем Новгороде в конце апреля, с 24 апреля. И в Нижнем Новгороде нашим партнером выступает совершенно знаменитая институция, сейчас это филиал ГМИ имени Пушкина, Арсенал, Центр современного искусства Арсенал, который всячески был за то, чтобы в эту историю включиться. Ну, не знаю, наверное, не стоит еще более подробно рассказывать про лабораторию, я действительно приглашаю посмотреть информацию о новом наборе и рассказывайте об этом. Скажите, пожалуйста, еще вопрос, чем фонд Потанина, почему такое сотрудничество, и хотелось бы спросить у Оксаны именно о поддержке таких творческих проектов. в чем Если вы дальше не хотите слушать про проект, мы не закончили, нет, 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 мы просто хотели вам чтобы рассказать, чтобы вы представляли, что это за проект. Это ужасно важно, я понимаю, что у вас здесь и вы, в общем, зашли, и вы зашли, в общем, с вопросом про фондрайзинг, но рассказывая про проект, мы в том числе отвечаем на вопрос про фондрайзинг, потому что если вы будете заходить в фонды с вашей традиционной сценической деятельностью, я не исключаю, что шансы у вас будет чуть меньше, начнете создавать контент в разных форматах партнерства, в разных форматах сотрудничества, с необычными заходами, с необычными сюжетами, все это на самом деле тот капитал, который оценивают поддерживающие организации в том числе. Поэтому мы можем, конечно, передать Оксане слово, и, конечно, она все вам расскажет. И мы вернемся еще к проекту, просто вот вопрос заинтересованности фонда в таких проектах. Ну что же. Да. Можно? Может быть, как раз сейчас в определенной степени удачный момент, потому что действительно то, что Маша сказала итогом первой лаборатории, повторюсь, для нас это такой же эксперимент, это с одной стороны где-то большие риски, с другой стороны огромный интерес и развитие, потому что мы движемся вместе. И нами было сразу изначально принято решение, что мы поддержим лучший проект, чтобы это была не просто какая-то ярмарка, ничем не закончившись, просто команды прошли обучение. И таким образом один из проектов команды Махачевского шкалы, они получили поддержку. И вот надо сказать, что действительно этот проект тоже развивается. И сейчас вы можете воочию познакомиться с его итогами в музее-квартире Ермолова. Это здесь совершенно недалеко происходит. Вторая лаборатория, о которой Маша говорила, действительно уже строилась по-другому. И нам в свою очередь было понятно, что мы должны какой-то и другой выход найти по итогам. И таким образом вторая лаборатория послужила тому, что в нашем уже полюбившемся, ожидаемом, ежегодном конкурсе именно для музеев добавилась новая номинация, которая посвящена ровно сотрудничеству музея и театра. И тоже, пользуясь случаем, скажу, что конкурс музей 4.0 он сейчас открыт, он принимает заявки до конца марта, и я могу сказать о нем еще чуть-чуть подробнее попозже, но вы также можете познакомиться с его условиями. Вот в нем как раз будет гораздо больше формальностей, но потому что там речь идет действительно о больших деньгах, о реальных грантах, и там есть гораздо больше условий и критериев, которым необходимо соответствовать, но это все посильно. Наверное, можно сказать, что каждый шаг, каждая лаборатория, она дает и для нас тоже новый выход и новую возможность в том, как мы поддерживаем, развиваем проекты и находим новые интересные темы. Почему театр и музей? Это конкретно у вас, да, вот есть такая тема в проекте? В лаборатории театр и музей, а театр и детский сад уже нельзя, но это к примеру хочу сказать. Вопрос про проект или про музей 4.0? Это вопрос по проекту и по поддержке фонда. Проект занимается специально сотрудничеством музейных и театральных не только институций, но и художников. Это действительно соединение перформативных практик и экспозиционных практик. Еще раз мы сконцентрировались на лаборатории, но у музея есть, у театра есть фестиваль, и там показываются проекты, которые соединяют разного рода практики. С детским садом нет социальных проектов. Мы всегда приветствуем, если это становится предметом для сотрудничества между музеями и театрами, это все возможно, тематика самая широкая. Формы сотрудничества самые широкие. Это могут быть инсталляции в театре, это может быть перформанс в музее, это может формы социальной активности, инклюзии, это все относится к предмету деятельности проекта. Я прокомментирую, да, вы про музей 4.0 спрашиваете? Вы одновременно и про Нижний тоже прокомментировали что-то, да? Еще раз, значит, как будет устроено в Нижнем Новгороде? Это для тех, кто, для тех из вас или для тех из ваших коллег, кто действительно думает о том, как можно сотрудничать музею и театру. Лаборатория это для тех, кто, как сказать, готов расширять свои умения, навыки и представления на примере музеев Нижнего Новгорода. То есть, действительно, мы приглашаем из разных городов никаких ограничений, напротив. У нас в Казани, мне кажется, из Москвы было просто считанное количество участников. Мы приглашаем людей, которым интересно, ну, как все свои умения, навыки, представления о том, как они развиваются профессиональные, как они развиваются внутри собственных институций. Ну, то есть, я театральный режиссер, окончила ГИТИС, я более или менее научилась всем своим скиллам, но я понимаю, что, ну, как бы недостаточно. И музеи и театры сейчас сотрудничают настолько активно и много, и театром далеко не единственный такой пример, что понятно, что это один из родов деятельности, который определенно расширит мои профессиональные навыки, мои творческие способности, вот для меня это лаборатория. Отрабатывать я их смогу исследовательским образом, не пользовательским, не юзерским, придя в настоящее музей Нижнего Новгорода, познакомившись с их коллекциями, с их сотрудниками и работая в течение пяти дней под руководством двух кураторов, которые, ну, абсолютно настроены на такую деятельность, и целого ряда специалистов из разных областей театральных, перформативных, сценических, музыка. То есть, когда мы говорим театр, мы говорим о театре, ну, просто в самом широком смысле слова, да, просто в самом. Композиторы, архитекторы даже, да, потому что архитектура это тоже своеобразный театр, да, они все являются, то есть, люди, ну, действительно, как кажется, нам удается собрать на этих лабораториях действительно замечательных художников, которые становятся преподавателями и, ну, как бы сказать, инструкторами в этом деле, да. Отвечу. Да. Мы все поняли, мы просто походу заходили на сайты и смотрели. То есть, в основном, я смотрю, вы собираете заявку, вот конкретно, то, что в Нижнем Новгороде, я просто из Нижегородской области, поэтому интересно. Очень хорошо. А ФИО, там, это индивидуальные люди могут, ну, вот сам кто-то, да, мы тут поскольку всех или худруки, или директора, я просто думаю больше как юрлице, чем как мы можем участвовать. Понятно, да? Да, я понимаю. Поэтому и все вопросы у меня из этого. Мы действительно собираем чашки. Нет, потому что не очень понятно, почему мы должны идти развивать, допустим, музей Нижнего Новгорода. Сотрудников отправляйте. Сотрудников отправляйте. Ну, слушайте, это же действительно то, что... Как худруки, руководители. Я вам сразу задам вопрос. Вот у нас тоже есть, мы сотрудничаем, наш театр сотрудничает с музеем. У нас есть такой проект, хэштег «Театр везде». Везде театр. То есть мы играем ряд спектаклей прямо в музее. Прекрасно. Я думаю, здесь все коллеги меня поддержат. Гораздо интереснее получать поддержку финансовую, в том числе от фонда Потанина, на такие проекты, нежели, допустим, нам куда-то выезжать и поддерживать Нижний Новгород. Мы для себя хотим. Понимаете, как смысл, смысл в чем? Конечно же, если вы чувствуете полное удовлетворение от вашего сотрудничества с музеем, то, собственно, ну какие вопросы? Значит, все, что нужно, это подать заявку. Но если все-таки, кажется, что ваше сотрудничество с музеем еще не началось или оно недостаточно интересно, оно не весь ваш потрясающий потенциал использует, или музея, ваших сотрудников, ваших актеров, ваших, не знаю, зафлитов в театре, которые всегда, ну какие-то, ну зачастую. Вот, да. Я могу задать встречный вопрос. Вы играете в свои репертуарные спектакли там? Отдельный проект. И все-таки. Потому что нужно говорить о том, что работая в рамках этого проекта, мы, конечно, столкнулись с огромным количеством предубеждений в отношении институций друг друга. И художники театральные, которые занимаются музейными пространствами, они предпочитают, конечно, пустые пространства. Им нужно... Я закончу. Я закончу, да. Им нужно, чтобы это были блокбоксы или уайтбоксы, и тогда они там делают прекрасные галерейные проекты. Их не волнует коллекция, их не волнует экспертиза, которая есть в музеях. Точно так же музеи встречно идут к Витковскому или, там, не знаю, к Волкострелову. Зачем оживляешь какое-то событие у нас? Тут спецпроект, спецявление, где мы развиваем свою аудиторию, пытаемся привести какую-то новую аудиторию. Это какая-то ночь музеев, не знаю, что-то вот в таком всегда формате, когда театр воспринимается как форма интертеймента, развлечения, которые в наш традиционный и экспертный музейный быт добавляют, ну, нотку какого-то развлечения или оживления. Так вот, это все предубеждение, потому что, в принципе, перформативные практики умеют работать с коллекциями музеев на уровне экспертизы и знания и могут активировать те предметы, о которых вы забыли уже, ну, не вы, вернее, музейные сотрудники, просто забыли уже, что они у них есть в коллекции, приходят перформативные художники и вдруг вытаскивают их на поверхности, эти объекты начинают работать. И точно так же для театральных ужасно полезно столкнуться с коллекциями, с объектами, с предметами, которые устанавливают свои законы и свои ограничения, с документами и поговорить с музейными работниками, которые говорят, что нам ваши художества здесь не нужны, потому что мы знаем, как на самом деле. Это все на пользу общему культурному полю, что ли, общему культурной деятельности. И это дает, на самом деле, следующие крючки для последующих проектов, и в том числе тех, которые развивают практику финансирующих организаций, но и развивают экспертизу тех организаций, которые собирают такую экспертизу. Можно вопрос к Оксане? Скажите, пожалуйста, какие критерии важны, так как здесь все-таки театры малых городов, при подаче заявки фонд Потанина в рамках сотрудничества с музеями, уже не говоря о больших лабораториях, которые в Москве существуют как театром, на что необходимо обращать внимание, непосредственно работая с фондом Потанина? Наверное, мне не хотелось бы сейчас прям посвящать какому-то разбору заявки, потому что, повторюсь, номинация «Музей плюс театр» это одна из номинаций большого конкурса, который поддерживает проекты продолжительностью от 12 до 24 месяцев, и можно получить в рамках этого конкурса гранты от 2 до 5 миллионов рублей. Среди прочего есть еще 4 другие номинации, которые также направлены на расширение возможностей для музея, на работу с сообществом, на новую интерпретацию наследия. В номинации «Музей плюс театр» безусловно, в первую очередь нужно обратить на тему интерпретации музейной коллекции театральными способами. Если у вас есть такая идея, то мы будем очень рады вашей заявке. Безусловно, существует ряд формальных критериев, потому что этот конкурс для физических лиц, юридических лиц, этот конкурс как раз-таки для организаций, для юридических лиц, и нужно соответствовать определенным критериям. Нужно быть зарегистрированным не меньше, чем 6 месяцев, то есть иметь уже что-то в анамнезе. Есть ряд документов, которые стандартно нужно подать, чтобы в вашем уставе были слова о музейной деятельности и так далее. Если, может быть, кому-то потом интересно, я могу оставить адрес. На нашем сайте есть полный-полный подробный перечень тех документов, адрес на наш виртуальный портал, где заполняется эта заявка. Наверное, это ключевые, мне кажется, моменты, на которые стоит обратить внимание. Мы готовы, у нас всегда есть команда, которая консультирует по тому, что и как правильно заполнить в форме заявки. Единственное, что мы не консультируем на предмет того, о чем должен быть ваш проект. Это должна быть исключительно все-таки ваша идея. Мы можем как-то вам помочь, сориентироваться, но идея прежде всего должна быть ваша. Спасибо. про идеи. Вопросы об идеях и зачем лаборатория? Еще вопрос. Извините, постараюсь много времени не занимать. Вот, допустим, конкретно хочу спросить. Вот мы придумали этот проект. Мы, значит, заявляемся в фонд Потанина. Как я поняла, лаборатория является каким-то развивающим отборным звеном. То есть мы с этим проектом можем участвовать в лаборатории. Вместе со специалистами мы его дорабатываем, правильно, на лаборатории. И тогда у нас гарантия, сейчас одну секунду, и тогда у нас получается гарантия выше получить грант. Нет? Наверное, нужно еще раз подчеркнуть, что проект «Театрум» и грантовая поддержка фонда Потанина это две истории, которые напрямую друг с другом не связаны. Все теперь понятно. Мы опыляем друг друга идеями, форматами и формами, но на грант вы подаетесь отдельно, в лабораторию вы подаетесь отдельно. Я сейчас заметил у вас, да, Пермские боги. Вы занимаетесь этим театром? Да, Пермские боги были... Это мы с музеем, да? Пермские боги как раз один из самых, наверное, успешных примеров такого сотрудничества музеев и театров и рождения проекта. И этот спектакль сначала приехал в Москву на первый фестиваль театру в 2019 году, потом стал номинантом «Золотой маски». Так что это действительно тот пример, которым можно гордиться, да, Пермские боги. Я, на самом деле, принесла буклеты первого года нашего фестиваля и чуть-чуть лаборатории, чтобы, может быть, вы посмотрели, не хотела отвлекать. Да, да, да. Сейчас я немножко сюда и сюда. Не слушаю. Да, давайте. Ну, вы же сможете передавать друг другу? Немножко продолжим, да, про историю развития проекта. Поговорим про фестиваль. И если в рамках лаборатории основным сдвигом произошел, когда мы отказались от обслуживания проектных идей и стали развивать компетенции отдельных людей, просто профессионалов, которые приезжали и высадили их в поля. А в случае с Нижним Новгором эти поля будут реально полями, потому что они будут высаживаться в маленькие, маленькие районные музеи, в которых и коллекция это собрана, в общем, не бог весть как. И там в общем и жизнь не слишком теплится, но мы стараемся в рамках этой лаборатории попытаться туда принести новые идеи. У фестиваля появилась дополнительная активность, которая случилась в общем по необходимости из-за ковида и из-за ограничений по перелетам из-за локдауна. Первоначально фестиваль планировался как шоукейс готовых проектов, которые экспертное сообщество экспертный совет отбирает для показа в Москве в даты фестиваля. Фестиваль мы должны были в 2020 году перенести этот шоукейс, но мы придумали дополнительный элемент, который назвали театром реформации и этот проект специально стимулировал сотрудничество между театрами и музеями для того, чтобы при помощи взаимных возможностей преодолеть последствия локдауна. То есть с одной стороны в тот момент в августе 2020 года музеи начинали тихонько открываться, театры только выходили на площадке что-то репетировать и в общем долгий простой был явно фактором потери каких-то навыков, какого-то чутья, контакта с публикой и так далее. И одновременно соответственно у театров были нереализованы творческий потенциал, который был закрыт от публики, у музеев были площадки, которые открыты, и мы соединив таким образом театральные и музейные коллективы, постарались дать им возможность в рамках реформации реализовать новые проекты, новые идеи перформансов физических с публикой, и у нас было шесть проектов и важно отметить, что они все делались кроме всего прочего с иностранными художниками, которые все работали дистанционно, не выезжали сюда в Москву, все работали в Зуме, и к разговору об успехе Махачкалинского музея, вот я, например, узнал буквально вчера от наших коллег в Царицыно, что они реализовав проект в рамках реформации со швейцарской художницей, которая тоже работала полностью дистанционно, она руководила процессом в Зуме с нашей помощью, с помощью организаторов театру. Они сейчас открыли выставку про фарфор, фаянс, я могу ошибиться про предмет, но архитектуру для этого проекта они заказали швейцарскому архитектору, который тоже не приезжал в Москву, и который полностью повторил технологию, которую мы отработали на реформации, и предложил проект, осуществил авторский надзор, работая дистанционно в Зуме. Это все те навыки, которые нам важно было активировать, которыми важно было поработать, и которые сейчас находят применение просто в повседневной деятельности тех людей, которые были, тех коллективов, которые были вовлечены в процесс. Далеко не только швейцарцы. Подождите, Маша закончат? Нет, конечно, я представляю себе, как это звучит про швейцарцев в этой аудитории, но тем не менее инструменты работают одинаково. Я могу сказать, что швейцарского художника поддержал Прогильвеце. Царицына не вложила в этого швейцарского художника ни копейки. Поэтому это для вас как раз реальная возможность работать таким образом. Культурные центры зарубежные, я думаю, что это ни для кого не секрет. Они очень хорошо реагируют именно на истории, связанные с регионами. Оксана, можно еще вопрос по фонду. Все-таки так как это театры, понятно, что есть какие-то взаимодействия с музеями. Есть возможность рассказать о программах фонда, которые точно так же поддерживают не только музейные направления, но еще возможности для взаимодействия в разных сферах. Да, конечно. Прошлый год был достаточно сложный для всех. И, возможно, кто-то из вас слышал о той поддержке в рамках антикризисных конкурсов, которые фонд оказал некоммерческим организациям, и среди которых было очень много как раз-таки культурных институций. это были и музеи, и театры, и галереи, и, по-моему, даже цирки у нас случались среди заявителей. Учредителям была выделена определенная сумма на поддержку некоммерческого сектора, и фонд провел незапланированные три больших конкурсных истории. Это были разовые истории, но, тем не менее, мы наблюдаем за ситуацией, и для нас очевидно, что кризис еще не прошел в полной мере, и в рамках программы фонда эффективная филантропия у нас есть ряд идей, и я надеюсь, что сейчас они у нас в работе, я надеюсь, мы их осилим в ближайшее время и предложим. Это уже, наверное, не в такой степени кризисная, посткризисная поддержка на возможности для восстановления определенной реабилитации и для частных учреждений культуры. И как раз таки в этой инициативе будет возможность для музеев, театров, опять-таки, галерей, для тех, кто нуждается в поддержке постковидной истории. Я сейчас не могу сказать конкретно, потому что, повторюсь, это в работе, каковы будут условия такой конкурсной истории, но такие задумки у нас в планах есть, я думаю, что это будет реализовано. А программа то, что была поддержка общая дела, она завершилась? Этот цикл завершен, он действительно был выстроен как антикризисный на специально выделенный бюджет, и сейчас эти проекты многие уже находятся в стадии завершения, тот, который вы в частности упомянули. Непосредственно в таком же исполнении такой истории не планируется, но я думаю, что будет обязательно что-то другое. мы повторюсь, также наблюдаем за тем, какая поддержка, почему для нас важен всегда элемент анализа и исследования, какая поддержка важна сейчас. Мы стараемся это уловить, понять и предложить то, что актуально действительно сейчас. Спасибо. То, что касается образовательной истории в рамках театрума и самой лаборатории, вы говорили о том, что это эксперимент, перформанс, разные идеи. И вопрос, как не только участники отбираются, но и те, кто проводит эту лабораторию, кто взаимодействует непосредственно с музеями. И при написании заявки в фонд, там же очень важно указать и исполнителей. Меняются ли исполнители в периоде, когда реализуется ваш проект? По поводу заявки в фонд, действительно, Золотая маска подает заявку в фонд на реализацию проекта театрум. Кураторская команда. С одной стороны, кураторами проекта в целом являемся мы с Антоном Флеровым как ядро, наверное, этого проекта в каком-то авторском смысле. Но дальше действительно наша задача, как и во всем, что мы делали и в Институте театра и продолжаем делать, действительно, максимально расширить поле современных действующих лиц, которые вовлечены в наши программы и проекты. Мы очень внимательны к современному процессу, мы очень внимательны к людям. И, собственно, это наш кураторский выбор и какая-то наша экспертиза плюс советы и консультации. Если мы говорим в принципе о программах института театра, то какие-то консультации с нашими партнерами, как в случае с театром, это консультации с фондом Потаниным, о том, с кем, собственно, с какими людьми мы работаем. Это обязательно должны быть open-minded люди с очень большим любопытством к современному процессу. В первый год лаборатории руководил Юрий Квитковский, Юрий Квитковский, режиссер. Мы прекрасно знали, что он уже довольно активно ставит спектакли вместе с музеями в музейных пространствах и в немузейных пространствах, абсолютно выходя все время за рамки каких-то традиционных форм. Дальше, естественно, мы уже вместе с куратором формируем преподавательскую и тьютерскую команду. Какие задачи поставлены перед лабораторией? Вот нужно найти людей, которые лучшим образом представят реализацию, возможности реализации этих задач. Второй год были два художника, абсолютно современные ребята, Ваня Боуден и художница, и Александр Барменков, художник, которые при этом собрали команду тьютеров разных профессий, от продюсера до драматурга, которые работали постоянно с командами нашей с командой всей лабораторной. С другой стороны приезжали преподаватели для мастер-классов. Короче, это такой процесс очень внимательного, постоянного подбора, размышления, который очень связан с тем, насколько мы компетентны в современном процессе и как наши коллеги на него смотрят. В этом году курируют лабораторию, курируют два куратора, актриса театра «Пост» Алена Старстина, которая в последнее время стала также и постановщиком спектаклей, и театр «Пост» развивается как горизонтальный театр, поэтому роли начинают мигрировать, нет такой точной определения режиссера и актера или драматурги. И Алексей Платунов, куратор, они оба из Петербурга. Алексей с одной стороны автор огромных проектов, он программным директором театральной олимпиады был, которая проходила в 2019 году в Петербурге, а с другой стороны он программный директор фестиваля «Точка доступа», к которому если не пригляделись, то я очень-очень рекомендую приглядеться, насколько активно, насколько интересно и новаторски работает этот проект. И Алексей является его сейчас программным директором. И уже Алена и Алексей составляют эту тютерскую и преподавательскую команду. Для них, например, было очень важно, принципиально важно, чтобы в команде были нижегородские художники и нижегородские преподаватели. У нас в Казани тоже был один такой Кирилл Маевский, тоже активно занимающийся в Казани развитием культурного центра «Смена». Но Алексей и Алена в этом году делают на этом особый акцент. То есть, ну, в общем... Я, наверное, как-то постараюсь. Мне кажется, вы все время воспринимаете театру как канал для получения гранта в фонде Потанина. Нет. Нет? Хорошо. Просто у меня такое ощущение, что вы задаете вопрос, как через нас податься в фонд Потанина. Нет. Мы как раз с помощью этих вопросов стараемся понять, на какие нюансы необходимо обратить внимание при работе с фондом в том числе. Эксперимент. Да, не, на самом деле все понятно, что, как мы с самого начала сказали, это была растерянность двух институций перед явлением. То есть, мы понимали, что как «Золотая маска» с его экспертизой, так и фонд Потанина с его экспертизой из разных жанров видят, что происходит, видят, что происходит по всей стране, видят, что туда вовлекается все больше и больше людей. И на самом деле не только молодежь какая-то там авангардная, которая занимается типа столько современным искусством, но и вовлекаются маленькие региональные музеи, которые занимаются местным, локальными историями, на материале фольклора, на материале исторического бэкграунда. Это все захватывает, туда вовлекаются научно-исторические музеи, какие-то технические музеи. И все наблюдают это явление, и как раз встреча позволила к нему подступиться, чтобы его с одной стороны легитимировать, чтобы все говорили, а, да, это музейно-театральное сотрудничество, а, да, мы этим занимаемся, и, а, да, мы можем с этим проектом податься в фонд президентских грантов, фонд Потанина, фонд Прохорова, есть как бы название для того, чем мы занимаемся. А с другой стороны, описать круг людей, круг экспертов, которые уже наработали мускулатуру в этом, уже как бы с этим поработали, попробовали, набили шишки, отработали технологии, знают, как работать с материалом, и, собственно, именно эту задачу выполняет проект театру в данном конкретном случае. Эксперимент для всех организаторов, которые в нем участвуют, который фонду, в частности, позволяет расширять грантовую линейку, золотой маске позволяет включать все больше проектов на менционную структуру, ну, то есть, в общем, все получают от этого бенефиты в своей, как бы, привычной деятельности. Мне кажется, Антон сказал слово растерянность, она определенного рода, безусловно, мне кажется, что она граничила и с каким-то таким азартом, который мы все испытывали, и любопытством серьезным, да, очень. И, ну, Антон тоже об этом сказал, и Оксана упоминала, да, в общем, в этом смысле, наверное, это сотрудничество и случилось потому, что и золотая маска, и фонд Потанина в своей деятельности очень опирается на экспертов, да, на экспертизу, на профессионалов, на мнение сообщества профессионального. И это, конечно, ну, как вот, помогает, да, разбираться, справляться и с растерянностью, и смирять азарт, и делать его, и пускать его в продуктивное, эффективное русло, и работать, да. Я, наверное, добавлю, да, вот к словам, которые коллеги сказали, действительно, фонд, как я сам начал сказал, имеет гораздо больше опыт в поддержке музейных проектов, да, и если посмотреть на поддержку музеев, то там действительно четкая линейка, в которой нет ни одного лишнего элемента, там один конкурс, один конкурсный механизм дополняет другой, если один направлен на профессиональную поддержку специалистов, то зачем она нужна? Для того, чтобы потом этот специалист имел возможность, ну, конечно, в первую очередь прийти к нам на конкурс со своим проектом, но, безусловно, он может пойти и в другие гарантодающие организации, да, обладая уже другим опытом, другой экспертизой. Музейно-театральная история, да, для нас эксперимент, как я уже рассказывала, да, мы действительно смотрим анализируем каждый прошедший шаг, да, мы рефлексируем после каждого элемента, после каждой лаборатории мы смотрим, а что здесь получилось действительно эффективного, что необходимо поддержать, включить в нашу линейку возможной поддержки, вот таким образом, наверное. я еще хочу про одни музеи поговорить, потому что здесь все-таки театры, это наши театральные музеи, дело в том, что они не имеют статуса юридического лица в основном у нас, и это маленькие хранилища театральных ценностей практически по всей России, которые как такового статуса НКО отдельного не имеют. И вопрос взаимодействия вот этих театральных музеев с обществом, выход их из замкнутого пространства зданий театров, мне кажется, эта тема достаточно интересна была бы. Вопрос, как можно понять, в какую программу написать фонд, либо какая-то поддержка именно театральным музеям могла бы осуществляться? Вы знаете, мы в рамках своего конкурса у нас действительно встречаются музеи совершенно разного толка и порядка, за исключением коммерческих. В частности, то, что вы упомянули театральные, у нас есть представлены широко вузовские музеи, которые тоже находятся при университетах. Это, мне кажется, структурно очень похожая история. Нужно в этом смысле обратить внимание на то, как все-таки этот музей существует в общей рамке организации, к которой он принадлежит, чем его существование подкреплено каким-то официальным документом или нет, если он не существует как самостоятельная институция. Повторюсь, для нас эти формальности важны, потому что речь идет о деньгах, о немалых грантах, и здесь важна финансовая дисциплина, важно умение операционно управляться с этим грантом, выстроить работу и так далее. Поэтому просто нужно обратить внимание на то, каким образом зафиксировано существование этого музея, если он в рамках театра находится. И тогда это возможно. Если он существует просто в виде комнаты, тогда, к сожалению, это нужно доращивать. Да, можно я прокомментировать? подразделение, и тогда уже оно будет иметь, мы в вашем положении просто сейчас почитали, что если это структурное подразделение внутри даже театра, имеющие в уставе прописанные имеющие положение о музейном отделе или подразделении, то в принципе возможно. Да, но давайте не будем беспредметно говорить, потому что действительно нужно знать историю, о чем конкретно мы говорим. И тут на самом деле я вернусь к тому, что сказала Оксана, что в основном музеи в театрах это действительно комнатки, это действительно архив, даже если вы организационно их выделите и обоснуете их организационную самостоятельность и прочее, мы понимаем, что музей это не архив, определение музея сейчас меняется очень быстро, на что фонд обращает внимание много, и это должна быть деятельность, это не может быть экскурсии в театральном музее, это деятельность, у нас много что представлено Если вы обоснуете, что экскурсии в эту комнатку являются... Не комнатка, это целое фолье. я закончу, я призываю вас на самом деле читать, как определяет свою деятельность музеи в современном мире, лучшие практики, это не... Я не хотел вас обидеть, я вам просто... Вы задаете вопрос, какие критерии поддержки, я вам говорю, что они не только организационные, но они содержательные, и экскурсия не является тем единственным критерием, которым обеспечит поддержку. Именно поэтому мы знаем, как существуют музеи в театрах, и мы, в принципе, для нас внутри театру, это определенная боль. Та вещь, где, в принципе, то сотрудничество, которым мы занимаемся предметом, должно происходить самым органичным образом, оно происходит меньше всего. И поэтому нам ужасно любопытно, как это может развиваться, как этим можно заниматься, но для финансовой поддержки фонда существуют содержательные вещи, на которые они обращают внимание. Должен быть проект, я так понимаю. Мы просто ушли в некоторые частности, которые надо действительно разбирать отдельно. К нам поступает очень много вопросов в ходе информационной кампании, а вот я такая организация, мы прежде всего смотрим документы, давайте смотреть документы, а не фантазировать, условно говоря, какими мы могли бы быть. Поэтому, если есть конкретный вопрос, мы готовы, безусловно, проконсультировать. Но я думаю, сейчас может быть просто более интересно время отдать на какие-то общие вопросы, рассуждения. Спасибо. Здравствуйте, Новороссийск. Скажите, я понял, да, это какие-то, может быть, какие-то есть приоритетные направления совместной работы или работы у режиссеров музея, какие-то темы. Есть какая-то тематика, может, бывает? Такого нет? Нет, нет, это достаточно широкая рамка, в которую вы можете предложить идею. Это здорово. Спасибо. Не за что. Больше вопрос, наверное, относится к фонду Потанина по поводу театра плюс музей. Мы в этом году попробовали подать заявку в Грусланский драматический театр, поскольку у нас в Грусланском районе существует замечательный музей усадьбы Сергея Тимофеевича Аксакова. Несколько лет в рамках фестиваля у нас уже были такие театрализованные экскурсии, но я думаю, мы не первые, кто работает в этом формате. Вот в этом году мы попробовали сформулировать заявку на тему спектакль-экскурсия. Музей, он с историей, он действительно заставерный. Вот я думаю, насколько это все актуально в этом плане. Но вот именно сочетание взаимодействия между музеем и театром. Я прошу прощения, вы сейчас подали заявку на действующий конкурс. Да, совершенно верно. Да, мы попробуем. Во всяком случае заявку, там как-то сформулировали свои мысли. Несколько против правил конкурс. Пока что идет это раз. А во-вторых, у конкурса предусмотрена экспертиза, она закрытая. Наверное, если в целом я могу предположить что такая идея безусловно имеет место быть. Насколько она будет высоко оценена, это пока что экспертиза. Это другой вопрос. То есть, я так понимаю, что это уже будет другая цель-задача, но пока мы вот в этом направлении потихонечку попробуем. Во всяком случае, это отвечает задачам Ботанинского конкурса. Это не противоречит. Не противоречит. Хорошо, спасибо. Спасибо. Благодарим вас за время, проведенное с нами. Надеюсь, границы наши не будут закрыты. Мы всегда будем рады и открытому общению, и новым идеям, мы очень много генерируем их сами, и дай Бог, чтобы эти генерации были в разных сферах нашего искусства. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok